Антон Павлович Чехов — Я рад, что мы наконец-то одни, — начал лапки наглядываясь. — Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна, — очень многое. Когда увидел вас в первый раз, — у вас клюет. Я понял тогда, для чего я живу. Понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную трудовую жизнь. Это должно быть большая клюет. Увидя вас, я полюбил впервые. Полюбил страстно. — Подождите дергать, пусть лучше клюнет. Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать на взаимность? Я не смею даже помыслить об этом. Могу ли я рассчитывать на... Тащите! Анна Семеновна подняла вверх руку судилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка. — Боже мой, окунь! Ай-я-х! Скорее! Ах, сорвался! Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и... Бултых в воду! В погоне за рыбой Лапкин вместо рыбы как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны. Нечаянно прижал ее к губам. Та отдернула, но было уже поздно. Уста нечаянно слились в поцелуй. Это было как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй. Затем клятвы, уверения, счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливая обыкновенно носит отраву в себе саму. Или же отравляется чем-нибудь извне. Так на этот раз, когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели. В воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде и глядел на молодых людей и ехидно улыбался. — А, вы целуетесь? — сказал он. — Хорошо. Я скажу мамаши. — Надеюсь, что вы как честный человек, — забармотал Лапкин краснея, — подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко. Полагаю, что вы как честный и благородный человек. Дайте рубль! — Тогда не скажу, — сказал благородный человек. — А то скажу. Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались. На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику очевидно все это очень нравилось, и чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. — Куда Лапкин с Анной Семеной? — Туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних. — Подлец! — скрежетал зубами Лапкин. — Как мал и какой уже большой подлец! Что же из него дальше будет? Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом. Наблюдал и требовал подарков. Ему все было мало. И в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы. Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал. Подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина. — Сказать? — А? Лапкин страшно покраснел и заживал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна скочила и за стола убежала в другую комнату. И в таком положении молодые люди находились до конца августа. До того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой это был счастливый день! Поговорившись с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил этого злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах у влюбленных, когда Коля плакал и умолял их. «Миленькие, славненькие голубчики, не буду! Ай, простите!» И потом оба они сознавались, что все это время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.